Билетов было не достать. В кассах театра они закончились за несколько дней до премьеры. Многие зрители, так же как и Алла Емельянова, специально преодолели сотни километров, чтобы послушать маэстро. Специально вызвал тёщу из Арзамаса. Вы приезжаете. Она, если будет в Башмет, приедет. Специально из-за Башмета приехала в Сочи. А он, оказывается, ещё и будет в новой волне. Так что отпуск продолжается. Барокко, классицизм, романтизм, современность, смена эпох, времён года – своеобразный микс произведений. Это идея, которая, по мнению Юрия Башмета, придётся по вкусу поклонникам его творчества. Хотя сам маэстро на пресс-конференции признался – любой живой концерт – это экспромт, об успехе которого можно будет судить только после финальных аккордов. Основы музыки – это звук, который нечто выражает, несёт в содержание. Один даже, одна нота. А потом, как это соединяется со второй нотой. Это в любой песенке то же самое. И поскольку это живой процесс, то вторая нотка может появиться немножко другой краской, нежели на репетиции. И может появиться чуть раньше или чуть позже. И это будет импровизация. Мы очень хотим, чтобы в течение года таких проектов было ещё больше, потому что там, где Юрий Абрамович, там успех. Поэтому всем нам вот такого прекрасного созерцания, прекрасной музыки. В первом отделении большого осеннего концерта звучали времена года Вивальди Пьяцолы в исполнении камерного оркестра «Солисты Москвы». Во втором отделении концерта произошли изменения. Вместо заявленной премьеры «Адажио» для «Альта и струнных» Евгения Крылатова, написанного специально для Юрия Башмета, «Адажио» исполнил «Адажио» ностальгия композитора Энри Лалашвили. А вот программу зимнего международного фестиваля в рамках большого осеннего концерта, как ранее обещали организаторы мероприятия, Юрий Башмет так и не озвучил. По словам директора проекта, ещё не до конца определено, на каких площадках и какие именно концерты будут проходить. Возможно, всё прояснится к 1 октября, когда состоится официальная презентация 9-го зимнего фестиваля Юрия Башмета. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».